Давайте разберём чуть поподробнее вот сами черты лица. Есть ли здесь у нас какие-то вопросы? Очень сложно было найти её лицо в спокойном состоянии. Везде преобладают фотографии с улыбкой. Но, как вы понимаете, с улыбкой всё-таки черты сильнее искажаются. Что касается губ, я думаю, здесь даже не особенно нужно идти за кем-то другим, кроме драматиков. В целом, насколько нам макияж позволяет, они достаточно драматические в своей основе. Нос очень интересный. С одной стороны, в нём есть заострение. С другой стороны, если вы внимательно посмотрите, даже на возрастных фотографиях, это заострение достаточно сильно смягчено. Очень интересно. То есть, оно как-то вот такой вот интересный вариант, так сказать, микса. И уже такой удлинённости, как абсолютно у драматика, у нас нет. То есть, спасибо натуралу за определённый баланс этой длины. Всё-таки у натурала нету длинного носа. Он как раз-таки по сравнению с драматическим может дать вот этот баланс, более уравновешенную длину и ширину. Ну, кстати, здесь очень интересно получить вот такую... То есть, такой вот он уравновешен между двумя составляющими. Хорошо. Мы согласимся, что это смешанные черты. Вот этот конкретный пример не очень наглядный. Да, здесь прямо вот это заострение есть. Но сами по себе смешанные черты, да. С этим я соглашусь. То, что касается бровей, да. Ну, в основе здесь есть, конечно же, бровь натуральная. Хотя я не исключаю того, что она будет иметь дополнительно какой-то геометричный излом. Да, это можно. И вопросов нет. Здесь смесь тоже возможна. То, что касается глаз, они, например, гораздо покороче, да. Вот нету такой удлиненности, как у драматика. Нету такой тонкости и миндалевидности. Они гораздо ближе у нас. То есть, собственно, мы можем даже вот отсюда все это взять. И не разделять бровь и глаз как таковой. Да, то есть, мы можем с вами соединить эти черты и, в принципе, собрать вполне лицо нашей героини. Да, красивая женщина, красивая. Я тоже с этим соглашусь.